Привет друзья! Вся семья Анны Ордовой актерская, но несмотря на это, она всего добилась самостоятельно. Она открытая, общительная и позитивная, поэтому так легко справляется с разноплановыми ролями. На сегодняшний день ее считают одной из лучших отечественных комедийных актрис. Слава Кане Ордовой пришла после съемок в сериалах «Простые истины» «Всегда говори всегда». Детство. Анна родилась слабенькой и недоношенной, весила меньше килограмма. К тому же доктора обнаружили патологию в одном легком. Для родителей это стало настоящим испытанием. Ведь девочку нельзя было выпускать из рук и следить, чтобы ее положение было строго вертикальным. Если только Анну клали на кровать, она начинала задыхаться. Так продолжалось 8 месяцев, и только потом наметились улучшения ее состояния. Для семьи Ордовых этот период стал проверкой на прочность. Но, увы, они ее не прошли. Как только дочери стало легче, родители подали на развод. Каждый из них нашел себе новую любовь. Папа ушел к женщине по имени Людмила Дмитриева. А мама сошлась с актером Игорем Старыгиным. Папины родители не отказались от невестки и внучек после их развода. Они были рады видеть их у себя. Даже сумели подружиться с новым зятем, тем более, что жили они практически в одном дворе. Родители Бориса Ордова тоже принадлежали к миру искусства. Мама Нина была актрисой и училась у самого Станиславского. Папа Виктор прославился как сатирический писатель. Нина и Виктор Ордовы были гостеприимными людьми. В их доме всегда были именитые друзья. Они дружили с Сощенко, Ильфом и Петровым, Осипом Мандельштамом, Анной Ахматовой. Аню назвали в честь прекрасной поэтессы Ахматовой. Этот двор на Большой Ордынке и стал местом, где прошло Анина детство. Она была страшная забияка, отчаянно дралась с дворовыми мальчишками, могла постоять за себя и сестру. Став немного постарше, именно в компании этих пацанов Анна узнала вкус сигареты и прелести вечерних посиделок с гитарой. Характер девочки был трудный и неспокойный, а в связи с переходным периодом стал совсем невыносимым. Она постоянно конфликтовала со сверстниками и родственниками, почти забросила учебу и вела себя крайне возмутительно. Все закончилось тем, что в середине девятого класса она была исключена из школы. Семья была в шоке, поэтому приняла единственно правильное решение – девочку нужно вырвать из ее окружения. Семейный совет постановил отправить взбалмошную девчонку к тете, которая жила в Вологодской области и занимала должность директора школы. Анна очень тосковала по столице, родным и друзьям, но делать было нечего, нужно было заканчивать школу. У нее появилось много свободного времени, и чтобы хоть как-то себя развлечь, девушка начала читать классику. На оценки это особо не повлияло, но именно в тот период к Анне пришло понимание, чем она хочет заниматься в жизни. Ардова решила стать актрисой и сказала об этом своим родным. Но родственники не спешили делать ей протекцию, даже наоборот, решили пусть девушка идет к своей мечте самостоятельно. После получения аттестата Анна подала документы в ГИТИС, но экзамены сдать не смогла. Девушка устроилась на работу младшим экономистом в Мособлтрансэкспедицию и продолжала готовиться к поступлению на следующий год. И снова были экзамены, и снова неудача. Анна пошла работать продавщицей в гостиницу «Золотой колос» и снова готовится поступать. Через год удача снова была не на ее стороне, и Ардова провалила экзамен. На этот раз она устроилась работать в театральный гардероб. И только пятая попытка в 1990-м стала успешной, и Анну наконец-то приняли в ГИТИС. Она попала в мастерскую Гончарова. После окончания театрального вуза в 1995-м Ардова пришла работать в Московский академический театр имени Маяковского. Руководителем этого театра был ее институтский педагог Гончаров. Сейчас Анна Ардова ведущая актриса этого театра. Она ни разу не изменила его подмостком. Личная жизнь. В жизни Анны было много бурных романов, страстных отношений и несколько браков. Но в какой-то момент женщина поняла, что несчастлива. И лишь после встречи с Максимом Дроздом поняла, что жизнь прекрасна. В настоящее время актриса счастлива со своим избранником, влюбленные наслаждаются каждым свободным деньком среди череды съемочных будней и ценят каждый час, проведенный вдвоем. Сегодня женщина ценит короткие мгновения, а в юношеские годы Анна ставила свою работу на первое место, спешила творить, хотела объять необъятное и бралась за каждую предложенную роль. В студенческие годы у девушки было много поклонников. Вначале это были просто дружеские отношения. Спустя несколько месяцев Анна и Даниил поняли, что влюблены и решили пожениться. Актриса с радостью вспоминает о первом супруге, говоря, что между ними были нежные и чистые чувства. Прервались они лишь потому, что студенты были слишком молоды и энергичны. Им хотелось познать жизнь, а не связывать себя узами брака. Она не могла найти общий язык со свекровью, и от этого страдал ее муж, находясь между двух огней. После разрыва отношений каждый пошел своей дорогой. Анна стала знаменитой актрисой, а Даниил Спиваковский удостоился почетного звания «Заслуженный артист РФ». После съемок в киноленте «Мой муж-гений мужчина» был номинирован и стал лауреатом ТЭФИ за лучшую мужскую роль. Отношения с отцом девочки были непродолжительными, а после того, как он узнал о беременности Ордовой, он и вовсе исчез из ее жизни. Соня никогда не испытывала недостатка внимания, была долгожданной дочкой и внучкой. Девочка постоянно находилась в центре внимания многочисленных родственников, которые спешили договориться между собой, кто заберет к себе малышку во время очередных съемок ее мамы. Оправиться от развода и после родовой депрессии помог именно Александр, который был рядом с Анной на протяжении беременности и первого года жизни дочки. Молодой человек помогал Ордовой во всем. Бегал в магазин за продуктами, помогал по хозяйству, сидел с малышкой, когда Анна, выбившись из сил, спала. Спустя год Александр пришел к Анне и сказал, что готов стать верным мужем Ордовой. И с этого дня Соня и его дочь, женщина, согласилась. В одном из интервью актриса сказала, «Не могу сказать, что это была любовь с первого взгляда. Но я была уверена, что Саша надежный человек». Свадьбу сыграли в театре, было много друзей. Во время разгара вечеринки приехал бывший муж Анны и поздравил молодых, пожелав им долгих счастливых лет жизни. В 2001 году Ордова родила сына. Муж настоял, чтобы мальчика назвали Антон. Союз между Анной и Александром Шавриным продлился 20 лет. Но уже в августе 2017 года муж и жена официально развелись. Это событие ошеломило всех родных и знакомых. Никто не мог даже предположить, что в семье что-то не ладится. Некоторые осуждали Анну за то, что она оставила мужа больного онкологией. Другие говорили, что развод добил Александра и ускорил его смерть. Однако, со слов Анны и ее детей, перед смертью супруга они были в хороших отношениях. И он не держал зла на бывшую жену. Роман Ордовой и Максима Дрозда. Эта информация появилась в СМИ и стала одной из самых обсуждаемых новостей в 2019 году. Сейчас актеры снимаются в спектакле «Женатый, но живой», где между их героями развиваются бурные любовные отношения. Со слов коллег по съемочной площадке, спектакль стал началом их любовной связи. По сценарию между актерами много откровенных сцен, в которых они выглядят более чем убедительно. Сегодня Анна и Максим проводят много времени вместе, их можно увидеть прогуливающимися по ночной Москве, выезжают на природу и стараются больше времени проводить вместе. Актеры не давали официального интервью относительно своей личной жизни, но оба говорят, что счастливы в отношениях. Потомки актрисы пошли по стопам матери и продолжат актерскую династию в пятом поколении. София с детских лет проявляла интерес к кино и со школьных лет снималась в эпизодических ролях. Сейчас девушке 23 года. Фильмография актрисы включает 23 картины. Первой главной ролью Софии стала съемка в фильме «Крыша». Она сыграла роль Дарьи Макаровой. Антон тоже пошел по стопам звездных родителей и проявляет себя как талантливый актер. Парень снялся в молодежном сериале «Универ» «Все включено». Вместе с Анной Антон снимался в комедийном сериале «Женская лига» и передача «Одна за всех». Дети знаменитости избрали свой путь самостоятельно. И хочется пожелать им стать признанными народными артистами и завоевать признание многомиллионной публики. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok